Давайте проверим сейчас. Сейчас звук должен быть. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Если меня хорошо видно, если меня хорошо слышно, и все готовы приступать к нашему сегодняшнему вебинару. Да, ожидаю плюсиков, что у всех звук в порядке. Все подошли к своим экранам, мониторам и готовы начинать наш сегодняшний вебинар. Отлично, да, плюсики вижу. Соответственно, еще раз всех приветствую на нашем сегодняшнем вебинаре, на нашем еженедельном вебинаре, название которого «Технический анализ Price Action», на котором мы делаем обзор на предстоящую неделю основных инструментов, смотрим, какие у нас были тенденции на предыдущей неделе и какие интересные моменты мы можем найти на неделе предстоящей. Представлюсь для тех, кто впервые на данном вебинаре. Меня зовут Исааков Роман, я являюсь региональным менеджером компании «Адмирал Маркетс», работаю по регионам России, Украины, страны СНГ, поэтому ко мне, в том числе по данным вопросам, всем можно обращаться. Но то, что, наверное, наиболее важно, это мой опыт торговли. Мой опыт торговли составляет порядка 6 лет и на данном вебинаре я с вами делюсь тем опытом, который у меня появился за это время и рассказываю вам свое, соответственно, видение рынка, исходя из системы Price Action, то есть отслеживание непосредственно паттернов того, как ведет себя цена. Ну и, как всегда, перед началом предупреждение о рисках, небольшой дисклеймер, из которого вы можете прочитать основную информацию, но, резюмируя то, что написано, скажу, что все, что мы сегодня с вами будем обсуждать и все то, что мы обсуждаем на вебинарах, так, коллеги, вот вижу, что Наталья пишет, что плохо слышно. Напишите, пожалуйста, как у остальных, качество звука. Я попробую сделать чуть громче. И... Да, Евгений пишет, что отлично. Наталья, прошу вас подрегулировать на вашем устройстве, на котором вы смотрите, и, возможно, прибавить звук. И я думаю, что все будет отлично слышно. Хорошо. Возвращаясь к предупреждению о рисках, о рисках, резюмируя то, что написано, я думаю, вы уже успели прочитать, что на нем написано, то все те действия, которые мы сегодня будем обсуждать, все те потенциальные сделки, которые мы будем разбирать, они не являются прямой рекомендацией к действию. Всегда важно помнить о том, что при работе на финансовых рынках всегда возникает большое количество рисков. Прежде чем совершить вашу первую сделку, всегда нужно ознакомиться с рисками, всегда их нужно знать. Хорошо, коллеги. Мы сейчас перейдем к MetaTrader, как всегда поговорим о тех тенденциях, которые были на рынке, обсудим то, что у нас было после референдума во Франции. Небольшой вопрос к тем, кто присутствует, к тем участникам, кто успел подключиться недавно. Напишите, пожалуйста, кто у нас на данном вебинаре впервые, кто меня видит впервые, кто посещает данный вебинар впервые. Поставьте просто цифру 1, для того, чтобы я понимал, какое у нас количество участников сегодня пришли в первый раз. И задам также несколько вопросов. Расскажу о регламенте, как мы проводим данный вебинар и что на нем мы обсуждаем более подробно, чтобы вы сразу же вошли в курс дела. На данном вебинаре мы обсуждаем, безусловно, финансовые рынки, то есть это основные валютные пары, индексы, сырье и ищем те тенденции, те закономерности, которые нам позволяют рынок отследить на текущий момент. Ориентируемся на предыдущую неделю и смотрим, соответственно, какие тенденции могут быть на неделе предстоящей. Помимо данного вебинара, то есть сейчас, наверное, те, кто присутствует уже не первый раз, мог полностью разобраться, по крайней мере, с большей частью данного подхода, особенно те, кто присутствует уже не первый раз на данном вебинаре. Для вновь пришедших, для тех, кто хочет изучить систему, например, Price Action, есть два способа взаимодействия. Во-первых, я провожу также онлайн-обучение, которое проходит в формате вебинаров. Оно проходит примерно раз в месяц, следующий будет в мае. Сейчас я также приложу ссылку на наш сайт, на котором вы сможете зарегистрироваться для более подробного изучения данного подхода. И второй способ – это просмотреть непосредственно записи предыдущих вебинаров. Я также сейчас приложу ссылку на наш YouTube-канал, на который я также рекомендую подписаться всем пришедшим, потому что там вы можете получать записи видео, записи видеоаналитики и, собственно, просмотреть, в том числе, курс персональной инвестиции. Он так и называется. В видео вы можете его найти, персональные инвестиции день 1, день 2 и день 3, и которые данный вебинар дадут вам более полное понимание того, что мы, собственно, делаем на данном вебинаре и на что мы ориентируемся. Также все ваши вопросы, которые у вас возникают, которые возникают в ходе вебинара, а особенно те, которые возникают после, вы всегда можете адресовать мне на почту, для того, чтобы мы смогли эти вопросы разобрать на нашем следующем вебинаре. Вот сейчас я приложил, также написал в чат свою почту, сразу же вы ее можете сохранить, в конце вебинара я ее еще раз продублирую. Но если вы, прослушав данный вебинар, сделаете вывод, что вам на текущий момент все понятно, как правило, так и бывает, а уже начиная самостоятельно анализировать рынок, выявляя различные тенденции, вы понимаете, что вот здесь что-то вас останавливает, что-то непонятно. Делайте скриншот в данной ситуации, описывайте ваше мнение, ваше видение, ваши вопросы, присылайте мне, и мы вместе это разберем на нашем следующем вебинаре, который, как всегда, проходит по понедельникам в 19.30. В таком ключе мы взаимодействуем. Поэтому, если вам что-то будет непонятно, я всегда открыт для вопросов, для общения, и почта моя указана в чате. Поэтому ее рекомендую, соответственно, использовать. Итак, коллеги, если у вас также есть какие-то вопросы, которые хотелось бы обсудить, особенно для тех, кто пришел впервые, напишите, пожалуйста, те вопросы, которые, возможно, те инструменты, на которые хотелось бы акцентировать внимание, в первую очередь, возможно, какие-то ситуации, которые хотелось бы разобрать, пожалуйста, напишите сейчас в чат. Если вопросов нет, мы можем перемещаться дальше, чтобы я смог к вопросу вернуться уже во второй половине нашего вебинара. Поставьте просто плюсик, если вопросов нет, и мы можем переходить. Если вопрос есть, то, пожалуйста, напишите его сейчас в чат, и я его буду иметь в виду уже в ходе нашего вебинара. Особенно интересны вопросы от, опять же, вновь пришедших участников, потому что вы посмотрели описание вебинара, и у вас, вероятно, появилась та цель, та ключевая цель, по которой вы сюда пришли, то есть то, что вы хотите получить с данного вебинара. Поэтому, пожалуйста, напишите, что это, потому что все равно, сколько трейдеров существует, столько существует различных подходов, и у каждого, наверное, свой опыт, свой уровень в трейдинге, поэтому каждый вопрос, очень часто вопросы, они индивидуальны. Поэтому, если у вас есть такие вопросы, то, пожалуйста, сейчас их в чат напишите. Хорошо. Ваши вопросы будут также приниматься по ходу вебинара, безусловно. Сейчас тогда я запускаю мета-трейдер, и мы, соответственно, перейдем уже непосредственно к тому, что у нас на текущий момент происходит на рынке, что у нас было после выходных. Поставьте, пожалуйста, плюс, если у вас сейчас появился терминал, вы видите пару евро-доллар, и, собственно, что он у вас появился, проинформируйте меня. Отлично, отлично. Хорошо. Итак, я думаю, все следили, ну, по крайней мере, обращали внимание на то, что, обратили внимание на то, что во Франции был референдум, да, как показали итоги, была его первая часть, и, собственно, небольшие итоги, да, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Ну, во-первых, сфокусировались сначала на фундаментальных данных, которые были, то есть в выборах принимали несколько участников, часть этих участников были направлены, точнее, имеет ориентацию на интеграцию с евро, то есть проевропейские направленные, а другая часть данных кандидатов, она имеет противоположные взгляды по этому поводу. Поэтому то укрепление евро, которое мы видели фактически после уже открытия рынка, да, после оглашения результатов по кандидатам, после подсчета голосов, мы видим, что на текущий момент лидирует Макрон, человек, который как раз имеет взгляды проевропейские, то есть в данном случае, так как данный кандидат набрал больше голосов, пусть пока и в первом туре, но тем не менее больше, чем Мари Лепен, порядка двух процентов разница на текущий момент составляет, это добавило дополнительного импульса для роста евро, что, соответственно, будет у нас во втором туре, уже будем смотреть дальше. Но пока, ориентируясь на текущую ситуацию, сразу же скажу, что второй тур, он пройдет 7 мая, на текущий момент, соответственно, два кандидата, Макрон и Мари Лепен, то есть здесь от евро мы можем фактически ожидать следующего, то есть вот такой достаточно простой, простая вещь, которую важно держать в голове. То есть если лидировать будет Макрон, то вероятно дальнейшее продолжение укрепления евро. Если победит Мари Лепен, то уже, соответственно, падение евро в данном случае будет наиболее вероятно. Поэтому обращаем на это внимание и, соответственно, за данной ситуацией обязательно следим. Что касается торговли, тоже очень важный момент, перед важными событиями, которые были, соответственно, выборы во Франции являются важными событиями, потому что Франция одна из ключевых экономик Европы и то, что происходит непосредственно в политике в данной стране, оно влияет, безусловно, и на курс евро. Давайте сейчас на текущий момент посмотрим, что у нас было, соответственно, на предыдущей неделе по паре евро-доллар и плавно перейдем к тому, на чем мы закрыли, соответственно, пятницу. Итак, если мы посмотрим более крупный таймфрейм, начало и те цели, которые мы отмечали ранее, ближайшая цель движения в области 1.08.71 уже после начала коррекции, которую мы видели в десятых числах апреля. Цена не смогла уйти ниже уровня 1.05, то есть подошли к нему вплотную, но, тем не менее, уже переходя на более мелкий таймфрейм, мы отслеживали те тенденции, которые нам говорили о начале укрепления евро, именно те предпосылки. Сейчас я перейду на часовой таймфрейм и то, откуда мы фактически начали это отслеживать. То есть с 11 апреля мы видим завершение нисходящего коррекционного движения и уже сначала краткосрочного тренда в сторону укрепления евро, что, собственно, на текущий момент и продолжается до сих пор. Каждый последующий минимум данной формации, который мы отслеживали, шел по тренду, то есть тенденция сохранялась восходящей. На что я хотел бы обратить ваше внимание, и так как мы рассматривали позицию на покупку примерно с данных уровней и, собственно, отслеживали ее на протяжении чуть больше недели. Что было перед выборами и на что важно обратить внимание? Выборы, как показывает практика, всегда неопределенность. То же самое было с Brexit, то же самое было и здесь, потому что кто победит, фактически мы не знаем. У разных кандидатов есть практически равные шансы на победу. Фактически фаворитами называли Липен и Макрона, но по некоторым данным предпочтения все-таки отдавались Марии Липен, что могло негативно повлиять на евро, но тем не менее на текущий момент мы видим, кто пока лидирует в данной гонке. Соответственно, что с этим можно делать? Фактически мы видим то, что рынок открылся с гэпом порядка 200 пунктов после данных выборов. Если на текущий момент отслеживать данную ситуацию и если вы находитесь, к примеру, вне оппозиции в данный момент, то, на мой взгляд, лучше этого и не делать. То есть дождаться, когда уже новость выйдет, посмотреть, какие идут данные, после этого уже, исходя из вашей торговой системы, найти точки для присоединения. Что мы рассматривали непосредственно в пятницу? В пятницу у нас был отмечен коррекционный уровень. Уровень находился в области 1.07 ровно. Это минимум, который был 19 числа. Собственно, там же цена была и 20 числа. То есть за этот уровень, на мой взгляд, было целесообразно перемещать стоплос на тот момент. К концу дня мы видим, что движение пошло в область 1.06.82. Буквально, порядка 20 пунктов цена ушла ниже. Но на текущий момент, на мой взгляд, данный риск был в любом случае оправдан. То есть мы защитили большую часть от того движения, которое прошло, порядка 100 пунктов. И, соответственно, уже ушли на выходные, но фактически с закрытой позицией, с пониманием того, с чем у нас откроется рынок. То есть так как позиций нет, то, соответственно, и рынок откроется без каких-либо как положительных, последствий для нас так и отрицательных. И, тем не менее, такие ситуации, безусловно, бывают. В данном случае, что мы можем ожидать дальнейшего по движению пары на евро-доллары? Как я уже говорил, цена подошла к этому из важных уровней в области 1.0872-1.09 и на текущий момент фактически обновляют локальные максимумы. Сегодня мы это видим. Соответственно, что мы можем ожидать в ближайшей перспективе? В ближайшей перспективе мы можем, безусловно, ожидать рост по паре евро-доллара. Вопрос, когда он начнется. Соответственно, для того, чтобы отслеживать данную ситуацию, нам необходимо понять, как будет двигаться рынок. Вполне ожидаемо, что в ближайшие несколько дней рынок будет двигаться в коррекции. То есть пройдет несколько дней рынок скорректируется и уже с новыми силами пойдет на дальнейшее укрепление евро. Возможно, до референдума, до второго тура выборов 7 мая рынок будет находиться в боковике. Поэтому, если рассматривать ситуацию для присоединения на покупку, то на текущий момент я бы рассматривал покупку, но непосредственно с коррекцией. Потому что, как мы рассматривали ранее, можно, безусловно, открыть сделку на покупку и сейчас. У нас есть цена, которая показывает на текущий момент рост, и есть уровень, за который имеет смысл поставить стоплост. И на текущий момент это минимум в области 21 апреля, значение 1.06.78. На текущий момент от цены расстояние порядка 160 пунктов. Здесь вопрос в том, готовы ли вы для себя принимать такие риски или вы постараетесь для себя найти наиболее оптимальный путь, наиболее оптимальный способ для присоединения по данной ситуации и по данной паре. Соответственно, один из данных способов может быть следующим. Сейчас, так же схематично, как мы периодически делаем, разграничим несколько дней и смоделируем коррекцию. К примеру, у нас есть сегодняшний минимум, минимум сегодняшнего дня. Я поставил разделители, между этими разделителями у нас один торговый день. Почему торговый день? Я, как правило, отслежу именно часовой таймфрейм как основной для принятия решения уже непосредственно по входу в сделку. И данный таймфрейм, почему я его выбрал и почему рекомендую также обращать на него внимание, потому что в этом таймфрейме заложено фактически настроение всех участников торгов, все четыре основные торговые сессии, которые относятся к валютам, заложены в данный временной промежуток, то есть 24 часа. Соответственно, если мы видим, что каждый последующий день движется на укрепление, то есть закрываемся выше открытия, значит в данный момент преобладают покупатели. Если тенденция начинает разворачиваться, как мы к примеру отслеживали данный разворот непосредственно 11 апреля и начало восходящего движения, то уже говорит, данная ситуация уже говорит нам о том, что продавцы на текущий момент не могут справиться и инициативу перехватывают покупателей. То есть, вот как раз в такой момент, в такой ситуации возникают интересные точки для присоединения по тренду. Опять же, напомню, что мы рассматриваем основной тренд по евро на текущий момент на укрепление. Сейчас подтверждение этого мы уже получили. Так вот, что мы можем увидеть в данной ситуации? Покупать по самым максимальным значениям, то есть, не самая интересная затея. Поэтому, в данном случае, я для себя рассматриваю ситуацию во-первых, сколько продлится эта коррекция пока сказать сложно. Она может быть один день, может быть как раз до второго тура выборов, но тем не менее, она может быть. И, вот давайте схематично отметим, что мы можем ожидать. К примеру, предположим, что текущий день закрывается примерно по данным значениям. У нас есть локальный минимум. Это 1.08.19 и отметим локальный максимум, который был соответственно по данному инструменту по данной паре. Диапазон порядка 80 пунктов. Следующий день у нас открывается к примеру по данной цене и уходит ниже минимум предыдущего торгового дня. То есть, фактически, закрытие ниже данного уровня и пробитие данного уровня. Пробитием здесь мы можем рассматривать закрытие и открытие часовой свечи за данным уровнем. То есть, по крайней мере, одна свеча должна это сделать. И уже после этого мы можем искать точки отслеживать уже начало тенденции нисходящей. То есть, фактически, мы видим, что коррекция началась в рамках данного движения. Следующий день опять же открывается, пробивая локальный минимум. давайте мы тоже обозначим зеленой линией. Уходит ниже данного значения, то есть, доходит, примерно, в область 1.07.76, останавливается, формирует еще один день, открывается следующий день, также уходит ниже, формирует локальный максимум и уже, прошу прощения, несколько места не хватает, но, я думаю, схематично в любом случае это будет максимально понятно. То есть, цена остановилась на каком-то уровне, у нас есть локальный максимум за данный день и именно уже пробитие данного максимума на следующий день мы и будем отслеживать, потому что данная информация как раз может послужить началом уже продолжения восходящего движения по данной паре, по данному инструменту. Поэтому, если говорить о покупках, то в данном случае я буду отслеживать именно данные информации, которые на текущий момент в данной ситуации будут более информативно для принятия решения по входу в сделку. Тем более, уровень стоп-лосс в данном случае будет возможность использовать уже гораздо меньше, то есть не 160-180 пунктов, а от 40 до 60 евро-доллар не волатильным в последнее время, поэтому, как правило, используется такой стоп-лосс. Напомню, что уровень стоп-лосс убирается за предыдущий минимум после уже начала восходящего движения. Соответственно, ближайшая цель в данном случае будет это обновление максимумов в области 1.09, то есть импульс в эту область как цель максимум уже можно будет отслеживать по ходу тренда и по ходу движения. Соответственно, на текущий момент резюмируя пару евро-доллар, сейчас мы можем ожидать коррекцию по данной паре и вот уже по завершению данной коррекции выход уже на покупке даст возможность присоединиться на покупку по данной паре. То есть на текущий момент, на мой взгляд, по данному инструменту стоит взять паузу и дождаться более интересной точки для присоединения. Вообще, напомню всем еще раз, что для трейдера наиболее важно торговать ту ситуацию, которая действительно является интересной. То есть не нужно входить в сделку только потому, что рынок движется и вы начинаете переживать, что рынок движется без вас. Ситуации на рынке будет очень много и не нужно никогда думать, что сейчас рынок идет без вас и это именно та сделка, которая принесет вам всю прибыль. Во-первых, не должно быть с позиции риск-менеджмента рисковать в одной сделке достаточно большую частью от депозита, то есть, как правило, это риск 1-2% не более, лучше, чтобы это было по всем открытым позициям, но одна сделка никогда не должна отвечать за весь ваш результат, потому что рано или поздно она ответит за ваш результат, но в негативной плоскости. Итак, пара британский фунт, британский фунт американский доллар. Сейчас я вернусь в чат, вот вижу вопрос от Дмитрия. Дмитрий, отличный вопрос по объемам, по заседанию ЕЦБ. Отвечу, первый вопрос, то, что у меня нанесено на графике, это фактически не объем, я сразу же обращу ваше внимание, это индикатор, спред-индикатор, который показывает, просто на текущий момент записывает тот, который есть, то есть 1,7, то есть британский фунт, спред Адмирал Маркетс на текущий момент 1,7, вот 1,9, он постоянно меняется, так как он рыночный, это просто индикатор, который фиксирует спред на текущий момент. Я своей торговле как раз выводы делаю непосредственно по тем паттернам, которые показывает цена. Но есть большое количество трейдеров, кто ориентируется на объемы и уже, как я уже говорил ранее, каждый трейдер, особенно на этапе знакомства с рынками, я формирую ту торговую систему, то есть тот подход, который удобен именно ему. Для меня объемы не кажутся столь информативными, но это мое субъективное мнение. Существуют трейдеры, кто их использует, безусловно, и уже когда вы формируете свою торговую систему, это фактически как взять какую степенно ее дорабатывать, потому что я уверен, что то, что я использую сейчас, возможно, на те паттерны, на те ситуации на рынке, которые обращают внимание сейчас, они могут поменяться через год, потому что, безусловно, рынок меняется, и нужно всегда оставаться на идти в ногу с рынком, то есть, как бы это, возможно, странно не звучало, но тем не менее, возможно, в какой-то момент тот подход, который будет давать большее количество положительных результатов, я также буду выразить своей торговли. И ваш второй вопрос, что касается фундаментальных допросов по евроизведению Европейского Центрального Банка в четверг, рекомендую записаться на вебинар моего коллеги Фредерика, который как раз специализируется на фундаментальном анализе, также у нас добавлено видео с его ежедневным обзором, находится оно также на нашем YouTube-канале, вы его можете уже посмотреть в записи, на котором Фредерик делает акцент на события, которые будут на этой неделе, и завтра посетить его вебинар в 20.30 по Москве, по Киеву, Таллину, и уже задать данные вопросы. Но, безусловно, заседание ЕЦБ, в первую очередь, не само заседание, а что на может быть принято, безусловно, может оказать влияние на рынок. Британский фунт, американский доллар. Итак, с прошлой недели, на прошлой неделе мы видели рост порядка 400 пунктов по данной паре, и, собственно, после данного роста, который был 18-го числа, уже пара пока не может двигаться дальше на укрепление, соответственно, сейчас, что мы видим? Сейчас мы видим фактически боковик, который у нас сформирован за последние 4 торговых дня, если включить также сегодняшний, и, соответственно, какие ключевые моменты здесь по британскому фунту стоит обратить внимание, на мой взгляд. На текущий момент по британскому фунту, особенно если мы посмотрим более крупный таймфрейм, остальная тенденция остается на укрепление. Подошли к одному из уровней в области 28-57, который служил поддержкой в 16-м году, но на текущий момент для нас более актуально, уже текущие становились у данного значения. Соответственно, основная тенденция у нас идет на укрепление британского фунта, опять же, пойти можно туда сразу же, либо с коррекцией. Как это имеет смысл отследить? Опять же, если говорить о покупках, то на текущий момент целесообразно разумный стоп-лосс, на мой взгляд, находится в области 1.25.12, то есть это порядка 270 пунктов на текущий момент под текущей цены. Опять же, существует два способа, которые здесь мы можем рассматривать. Во-первых, это начало коррекционного движения, то есть уход ниже отметки 1.27.59, и уже по завершению коррекции, примерно по такой же схеме, как мы сейчас говорили, по евро, выход из данной коррекции также может послужить интересным по данной паре. А второй момент, уже выход из данного бокового движения, но в сторону роста непосредственно, то есть когда пара закрепится выше, по крайней мере, отметки 1.28.55, с коррекцией мы также можем искать точки для присоединения по данному инструменту в сторону роста с ближайшим уровнем стоп-лосс за область 2.751. То есть на текущий момент цена нам должна показать то, что она готова двигаться выше. Импульс, наверное, будет тому самым лучшим доказательством по данной паре. Поэтому на текущий момент отслеживаем выход либо за область сопротивления 1.28.51, либо уход ниже отметки 27.62. Я также напомню, что у нас каждый день я записываю обзор по основным инструментам, то есть говорю о том, что на рынке поменялось за последние сутки, что осталось прежним, и вы также данный видеообзор можете найти на нашем YouTube-канале, поэтому еще раз рекомендую на него подписаться. Также на сайте Admiral Markets в разделе «Технический анализ» данный обзор вы можете найти. Каждый день выкладывается он примерно в районе 10 часов. Следующая пара это австралийский доллар, американский доллар. И на текущий момент что мы видим по данной паре? Во-первых, вернувшись несколько назад, посмотрев по крайней мере четырехчасовой таймфрейм, во-первых, на дневном мы видим, что австралиец уперся в сопротивление в области 77.35, ушел в коррекцию, локальный минимум, который был 10 апреля, переписал минимум, который был в начале марта, и, соответственно, на текущем моменте остается пока в среднесрочной перспективе на понижение. до тех пор, пока пара не уйдет выше локальных максимумов, по крайней мере, выше значения 76.9. Тогда уже после обновления данного максимума мы можем говорить о продолжении роста в область 77. Что мы видим на текущий момент по данной паре? Сейчас мы видим коррекционные движения, то есть, во-первых, мы видели импульс, отслеживаю, на прошлой неделе сформировались у нас локальные максимум, максимум 20-го числа, максимум 21-го числа, и, собственно, сегодня цена открылась уже выше данного значения, к нему она уже подходила, и, что, собственно, говорить нам о начале коррекционного движения по данной паре в сторону укрепления австралийского доллара, по отношению к американскому доллару. Поэтому, если говорить о продажах по данной паре, то ближайший уровень, который на текущий момент сформирован, находится в области минимума 21-го числа. Для того, чтобы его скорректировать, например, на текущий день, необходимо дождаться, по крайней мере, закрытия торговой сессии, и тогда уже можно отслеживать. Но в данной ситуации, так как все-таки на рынок влияли фундаментальные данные, то на текущий момент по астралию я бы придерживался именно уровня 0.75.16 как коррекционно, то есть продажа только после ухода ниже 0.75.16. В течение текущей торговой недели, безусловно, эти уровни гораздо ближе к текущей цене, но об этом мы будем говорить уже на наших следующих вебинарах. Поэтому на текущий момент, если говорить о продажах, то пока по ним имеет смысл взять паузу, до следующего импульса уже нисходящего. в свою очередь отслеживать уход выше отметки 76.09, то сейчас косрочно по австралийцу мы видим соответственно рост на текущий момент, но пока он является непосредственно коррекционным. По данной паре наибольшей интерес, как я уже сказал, представляют именно продажи по данному инструменту. Пара американский доллар, канадский доллар, вот та ситуация, которую как раз мне хотелось бы разобрать на текущий момент, как раз перед вебинаром я еще раз посмотрел, что у нас происходит по данной паре и собственно на данный момент мне также хотелось с вами обсудить. Собственно посмотрим, что у нас происходит по американцу и канадцу на текущий момент. Мы видим фактически диапазон диапазон 30.94, верхняя граница и нижняя граница 1.30, то есть диапазон порядка 600 пунктов у нас пока сформирован с основным прицелом все-таки на ослабление американского доллара на текущий момент. Переходя уже на более мелкий таймфрейм мы видим, что практически 21 числа и сегодня пара торгуется вблизи локальных максимумов, максимумов, которые были в начале марта. Поэтому вполне вероятно, что вблизи данных уровней мы сможем увидеть продолжение движения в боковом тренде и уже следующее понижение американского доллара по отношению к канадскому доллару. Переходя на более мелкий таймфрейм, то, что мы с вами можем отметить, это то, что пара ушла ниже минимума 1.3454, ниже данной отметки, после мы вернулись, но пока локальный максимум обновлен не был на текущий момент. Соответственно, вероятность того, что доллар может продолжить свое восходящее движение, она безусловно остается, поэтому, если говорить о закрытии позиций и о перевороте по данной паре уже непосредственно покупки, то о нем мы сможем говорить только после ухода выше отметки 11.539. И на текущий момент уровень стоп-лосс, для примера, я расположил за ближайший, не за самый ближайший максимум, не за максимум, который был 21 числа, взял в том числе и максимум, который был в марте, в начале марта. То есть здесь разница совсем небольшая, порядка 7-8 пунктов. На текущий момент будем отслеживать, как движение будет проходить в данной паре, но те предпосылки на нисходящее движение, которое мы видели фактически во второй половине дня, они могут нам давать как раз те ориентиры, которые уже могут нам подсказать о дальнейшем нисходящем движении по паре американский доллар канадский доллар. Поэтому сейчас, если говорить краткосрочно, то тенденция начинает двигаться в сторону ослабления американского доллара. Опять же, в среднесрочной перспективе подошли к уровню сопротивления и у данного сопротивления мы можем также увидеть, то есть всегда продавать, как я всегда говорю, я думаю, многие трейдеры об этом знают, то, что продавать всегда лучше по максимальной цене, покупать по минимальной и, собственно, здесь данная ситуация и простроится. Как рынок уже будет себя вести дальше, будем смотреть на наших следующих вебинарах и на наших следующих обзорах. По нефти мы поговорим чуть позже, пока еще разбираем валютные пары, до нее мы дойдем. Пара американский доллар, японская и иена. Что мы видели на прошлой неделе? На прошлой неделе мы видели локальный минимум 17-го числа, 17-го числа это был как раз понедельник, когда у нас был прошлый вебинар и, собственно, с прошлого понедельника ни один минимум пока еще обновлений не было. То есть, мы видим краткосрочный начало роста. Но один из уровней, который мы отмечали, среднесрочный уровень это область 138, краткосрочный уровень один из уровней это был область 109,19, в четверг, собственно, ушли выше данного значения. и уже что стало предпосылкой того, что мы стали говорить о коррекционном восходящем движении по данной паре. Собственно, так как данное движение является коррекционным, здесь уже можно рассматривать и работа против основного тренда на коррекцию, но я, как правило, этого не делаю. И, собственно, уже сегодня с открытия, то есть, рынок, он также продолжил свой рост на укрепление американского доллара по отношению к японской иене, что, собственно, подтверждает продолжение коррекционного движения по данной паре. Если говорить о продолжении продаж, то есть, на текущий момент краткосрочный уровень находится в области 108.84, это минимум пятницы. Соответственно, на текущий момент это порядка 100 пунктов у текущей цены. Безусловно, в зависимости от того, как будут закрываться торговые дни во вторник, в среду, в четверг, мы уже можем получить данный уровень гораздо ближе. Но на текущий момент, если говорить о продажах, то пока не имеет смысл только после ухода ниже отметки 108.85. Пара еврофунтов, которую мы также сейчас включаем в наши обзоры, так как участники про нее периодически спрашивают. И, собственно, что мы видим на текущий момент? По дневному таймфрейму мы видим, видели треугольник, соответственно, на прошлой неделе мы фактически стали из него выходить, ушли ниже отметки 8400, что в свою очередь говорило о ослаблении евро по отношению к бензинскому фунту. Но в данном случае данные из Франции помогли укреплению европейской валюты, прошу прощения. И, собственно, мы увидели возвращение в область 84.93. Это один из уровней, который мы отмечали для покупок после 18-го числа. Сейчас на текущем моменте стоим у данного уровня. И, опять же, если говорить о покупках, то на текущий момент нужно дождаться закрытия текущего дня, соответственно, как он закроется, и уже отслеживать тенденцию на протяжении 1-2 дней, то есть торни, как минимум среда. Если цена продолжит свое укрепление евро, то, соответственно, здесь также можно пробовать входить на покупку, то есть на укрепление евро в преддверии данных, в преддверии следующего этапа выборов. который может также принести рост европейской валюты. То есть на текущий момент, если говорить о евро, о паре еврофунд, то есть данные из Франции помогли ему укрепиться, данной паре, для открытия, к примеру, новых покупок нужно отследить, как рынок будет двигаться на текущий момент, потому что, опять же, если говорить о покупках, то ближайший уровень стоп-лост, для понимания, почему этого необходимо дождаться, на мой взгляд, он находится порядка 130 пунктов. Если для вас данная стоп-лост приемлем, то вы можете использовать данную ситуацию. На мой взгляд, более интересные ситуации могут появиться на рынке и в том числе по данной паре. Индекс DAX буквально сегодня мы стали свидетелями исторического рекорда по индексу DAX, дошли до текущей свечой, до отметки 12461. Это фактически исторический рекорд по индексу DAX, и он сейчас обновляется вместе с нами. Предыдущий максимум, который был сформирован два года назад, также в апреле, после которого мы увидели коррекцию в область 8670 по данному инструменту. Что мы отслеживали по индексу DAX на предыдущей неделе? Мы отслеживали коррекционно нисходящее движение и один из тех паттернов, тех признаков продолжения восходящего движения, который мы могли видеть по данной паре, по данному индексу, прошу прощения, находится уже появился после ухода выше максимума 20-го числа. Здесь имеет смысл отслеживать непосредственно максимум следующего дня, потому что 20-го числа мы обновили и минимум, и обновили максимум. В данном случае нужно получение, которое было уже непосредственно в пятницу. То есть цена закрепилась выше данного значения, что в свою очередь подтверждает продолжение восходящего движения, то есть начало краткосрочного движения на укрепление индекса DAX, и которое впоследствии может перерасти в более крупное движение, то есть опять же основной тренд по индексу DAX также остается на повышение. Сейчас также здесь ничего не поменялось, кроме того, что индекс DAX обвел локальные исторические максимумы. Тенденция остается на укреплении, единственное, что говорить о присоединении по данному инструменту, то это опять же имеет смысл после коррекции, потому что на текущий момент локальный уровень, за которым мы можем установить стоп-лосс, находится в области минимума прошлой пятницы, на текущий момент это порядка 45 тысяч пунктов по данному инструменту, по данному активу. Переходим дальше. Золото по золоту. В пятницу мы видели уход выше максимумов 20-го числа, но здесь есть две вещи, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, который у нас был сформирован по золоту, он пошел как раз с уровня 1292 доллара за тройскую унцию, поэтому для того, чтобы говорить о продолжении покупок, здесь имел смысл среднесрочный уровень как раз и отслеживать, то есть 1291 доллар за тройскую унцию. И фактически то обновление локального максимума, которое было в пятницу, оно могло дать лишь краткосрочный импульс, то есть краткосрочный респективе. Мы видели, что цена прошла до отметки 1288 долларов за тройскую унцию, и уже рынок сегодня с утра открылся с гэпом вниз, тенденция на ослабление золота на текущий момент также преобладает. И напомню, что я говорил об этом на последнем обзоре, то, что открывать сделку в пятницу по золоту перед референдумом, самая лучшая идея. Здесь мы рассматривали то, как открытые позиции можно было максимально защитить от колебаний, которые могли быть на рынке, и, собственно, рассматривать открытие новых созданий в ситуации крайне опасно, потому что то, фактически, куда, кто из кандидатов победит, определит курс движения. А кто это будет, мы, собственно, не знаем. Здесь гораздо вопросов больше, чем ответов. По нефти марки Brent, собственно, фактически с прошлой недели также ничего не поменялось. Мы видели начало, также отслеживали начало коррекционного движения по данному инструменту, уход ниже отметки 55.40, минимум, который был 12 апреля, и на текущий момент тенденция все так же продолжается на ослабление, то есть 51.41. Если мы посмотрим среднесрочный таймфрейм, то на текущий момент область снижения, которое может быть по нефти, это, собственно, ближайшая цель, это 50.53 доллара за баррель нефти марки Brent. И на текущий момент, отслеживая краткосрочный таймфрейм, мы видим, что тенденция также продолжается. Ближайший разворотный уровень, куда мы можем переместить стоп-лосс по данной позиции находится в области максимума, который был зафиксирован в 5. Сегодня уже обновили локальный минимум, но напомню, что для максимально эффективного переноса уровня стоп-лосс необходимо дождаться закрытия дня, потому что в оставшиеся несколько часов еще многое может произойти, но на текущий момент стоп-лосс имеет смысл переносить только после того, как, во-первых, закроется день, и тогда мы сможем, сегодня по ходу данного движения. Поэтому сейчас, если говорить о продажах, то они все еще продолжаются по данному инструменту. Если говорить о покупках, то нефти нужно уйти как минимум выше отметки 53.35, это тот уровень, который мы отметили на текущий момент, и после этого можем говорить о начале коррекционно восходящего движения, который, в свою очередь, может перерасти уже в тенденцию и укрепиться вывозь 56.47. Ну и собственно индекс доллара, индекс доллара также в пятницу пытался забраться выше максимумов четверга, максимумов среды 19-20 числа, но собственно сегодня с открытия рынка мы видим, что цена уходит также, рынок открылся с ГЭПа, в том числе и по данному инструменту мы видим уход ниже собственно отметки 99.28 это локальный минимум который был 20-го числа соответственно на текущий момент если говорить о развороте данного индекса который мы можем отслеживать то локальный максимум и тот уровень который мы будем смотреть это максимум 21-го числа то есть максимум пятницы соответственно пока на текущий момент индекс доллара торгуется ниже отметки 99.93 то основное направление сохраняется на снижение данного инструментов Итак, коллеги основным вопросом основным инструментом который я хотел сегодня разобрать я рассказал теперь мне хотелось бы получить вопросы от вас пожалуйста напишите в чат что вам хотелось бы дополнительно обсудить по тем инструментам которые мы разобрали возможно какие-то дополнительные у вас вопросы появились и мы обязательно это сделаем в оставшиеся несколько минут Дмитрий пишет во-первых хочу обратить ваше внимание по поводу расширения спреда то есть всегда когда рынок либо чего-то ожидает либо как было к примеру пасхальные каникулы мы с вами можем посмотреть это общая доступная информация у нас рынок был закрыт сейчас я посмотрю то есть Европа была закрыта прошлую неделю 17 числа сейчас по индексу DAX посмотрим когда он был открыт прошу прощения не все 13 числа был последний торговый день 13 число собственно в пятницу рынок уже был закрыт и торговались только валюты вот давайте посмотрим к примеру тот же фунт тот же спред индикатор то есть как себя цена вела на 14 числа ну собственно вот он и есть да то есть рынок в этот момент был достаточно небольшое количество участников было в этот момент на рынке то есть ну и собственно на спред спред начинает меняться начинает расти в тот момент когда на рынке что-то происходит потому что происходит либо очень активная покупка либо очень активная продаж то есть спрос он возрастает когда растет спрос растет и спред собственно на рынке но вот то что вас может оградить По крайней мере, те ситуации, которые возникают в торговых, это как было в пятницу 14-го числа, то есть небольшое количество участников на рынке в этот момент, то есть торговались практически только валюты, и собственно рынок был тонкий, достаточно напоминает те ситуации, которые происходят непосредственно в Новый год, когда участников на рынке нет. И так как участников немного, то есть спред он также может быть выше, то есть если мы видим там средние значения, которые бывают обычно по британскому фунту, то есть там в районе 2,5-3 пунктов, то здесь уже значение было порядка 5-6 пунктов в этот промежуток времени. Безусловно, когда выходят различные новости, когда они публикуются. В Federal Markets есть дополнительный функционал, который называется защита от активности, который сейчас я также вам приложу. Вообще здесь у каждого трейдера, наверное, в этом отношении свое мнение, потому что для меня спред может меняться, я не открываю больше инструментов, это максимум одна сделка в день. И для меня спред он не столь существенный, то есть цели по сделкам могут быть там порядка 100-200-300 пунктов, то есть спред 2-2 пункта, то есть большой разницы не будет 2 пункта спреда или 3 пункта спреда фактически. Но есть те трейдеры, которые используют торговую систему внутри дня и для которых минимальное отклонение может принести существенный плюс или минус по счету. Вот рекомендую тем трейдерам, для которых действительно торгуют активно, приложил ссылку на раздел, который называется защита от волатильности, который в себя включает большое количество инструментов, которые позволяют и ограничить проскальзывание на определенных типах ордеров, использовать открытие сделки по обратной котировке, к примеру, чтобы не происходило открытие на расширении спреда. И его рекомендуют посмотреть. Также есть у нас на нашем YouTube-канале подробная видеоинструкция, как использовать данный функционал. Не буду скидывать видео. Откройте YouTube-канал, зайдите в видеоархив и там вы сможете найти данное видео. Оно там есть, оно поможет вам наиболее разобраться с данной функцией. Безусловно, Admiral Markets старается улучшить свои торговые условия для всех трейдеров, в том числе введя данный функционал. Итак, коллеги, еще вопросы? Напишите, пожалуйста, в чат, есть ли у вас вопросы по той ситуации, которую мы практически сейчас разобрали, по ближайшим целям, по ближайшим перспективам. И я готов для ваших вопросов. Ну и, как всегда, очень много вопросов я получаю уже непосредственно после вебинара. Какие-то вопросы отвечаю непосредственно сразу же тому, от кого вопрос получил. Какие-то вопросы выношу на обсуждение уже на следующем вебинаре. Поэтому еще раз дублирую свою почту, чтобы те, кто присоединился к нам чуть позже, смогут также для себя сохранить и уже прислать ваши вопросы, которые появятся к следующему вебинару. И мы смогли их либо отдельно обсудить в личной переписке, либо уже вынести на наше обсуждение, на нашем еженедельном вебинаре, который также будет в следующий понедельник в 19.30 по московскому времени. Итак, коллеги, если на текущий момент вопросов больше нет, тогда будем прощаться. Всем спасибо за участие, спасибо за внимание. Надеюсь, что в ваших городах погода также налаживается и скоро нас будет весеннее солнце радовать теплыми днями. То есть уже март снова станет мартом, а возможно только это произойдет в мае. Но тем не менее. Что произойдет на рынке за сегодняшний день, что будет завтра, уже вашими ежедневными обзорами. Подписывайтесь на YouTube-канал, для того, чтобы всегда быть в курсе. Всем спасибо за внимание и увидимся на следующем вебинаре. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok